всем привет меня зовут сергей я приветствую вас на нашем канале хорошие строители от компании кейсстрой мы продолжаем работы на нашем объекте на том где мы сделали уже много чего а конкретно сделали земляные работы вложили дренаж провели коммуникации залили плиту на сваи и возвели мега каркасник и сейчас мы приступили к строительству забора и все это дело нам осложняет то что на участке присутствует достаточно большой слой торфа 50 местами 70 сантиметров забором и ставим двух видов по задней части это будет профлист высотой 2 метра по боковым и по лицевой это будет забор из секции 3d также высотой 2 метра и сейчас я поподробнее расскажу про то как мы ставим столбы ну и соответственно моменты по забору когда у вас на участке большой слой торфа то достаточно проблематично установить заборные столбы так чтобы они у вас стояли прямо и не кренялись со временем конечно оптимальнее всего закрутить винтовые сваи на глубину не менее полтора метра когда у вас большой метраж вот как на этом участке здесь у нас 160 метров то это получается достаточно накладно есть более бюджетный способ и не менее надежные и как раз таки его мы использовали в данном случае мы пробуривали отверстия глубиной метр двадцать и диаметром 200 миллиметров вставляли 4 метровый столб и подбивали его кувалдой верхнюю часть мы забутовывали гранитным щебнем фракции 5 20 то есть получается у нас столб заглублен на глубину метр девяносто причем нижняя часть у нас плотно забита в глину а верхняя часть у нас получается забутованная и как раз таки щебень который у нас присутствует верхней части он амортизирует то давление со стороны грунта когда грунт замерзает вернее влага в нем замерзает и начинает расширяться и давить во все стороны со страшной силой ну и могу сказать то что столб установлен таким методом также простоит очень долго и не наконится в разные стороны перед замерзание оттаивание грунта в данном углу у нас находится самое проблематичное место здесь у нас глубина торфа составляет примерно метр вот мы видим у нас разрез пол метра нужно здесь грунт снят под гараж вот и плюс еще у меня арматурина втыкается туда еще на пол метра соответственно в этом месте мы бурили отверстия на всю глубину и полностью забутовывали столб щебнем не подбивали потому что забивать столб в торф но я считаю неправильно ну и в целом здесь тоже у нас стоит достаточно от столб хорошо то я вот шатаю вот он практически не шатается а Субтитры сделал DimaTorzok По трем сторонам столбы мы уже смонтировали, да, там где будет у нас забор из 3D панелей. И приступили к монтажу столбов по задней части, там где у нас будет располагаться профлист. Монтируем мы их таким же образом. Пробуриваем отверстие на метр два, составляем столб, бутуем, щебнем и подбиваем оставшуюся длину кувалдой. Ну и вот эту вот замятую макушку мы впоследствии ровненько обрежем болгаркой. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как все столбы были установлены, мы смонтировали направляющие для профлиста. Причем крепили их при помощи специальных X-конштейнов и соединительных направляющих. Делали это для того, чтобы избежать сварочных швов. Так как сварочные швы со временем ржавеют, хоть как-то их там не подкрашивай, ржавчина будет проступать. Тем более на сером цвете это будет особенно бросаться в глаза. На данном заборе мы смонтировали двухметровый профлист S20, толщиной листа 0,45 мм. Значит, чем он хорош? Высота его волны составляет 20 мм. И при его монтаже не требуется установка дополнительной третьей направляющей. Как в случае с профлистом S8, который так любят использовать монтажные компании по установке забора. Так как у него волна 8 мм, и у него нет такой жесткой плоскости прилегания листов друг к другу. И вот как раз таки посередине на стыке листов там зачастую образуются щели. Поэтому рекомендую не экономить, а использовать 20-й профлист. Тем более экономия там незначительная, рублей 10 с листа. Пару слов про въездную группу. Здесь у нас будут стоять откатные ворота шириной 5 метров и метровая калитка. Но сразу мы их ставить не будем, так как предстоит еще много строительных работ. И они нам просто-напросто будут мешать. И поэтому мы пока закрутили только сваи под несущий шведер и сваю под приемную рамку. Ну и сами ворота с калиткой мы уже поставим в завершающей стадии строительных работ на данном объекте. Ну а пока забор у нас готов. На монтаж нам потребовалось 3 дня. Заказчику все понравилось, соседям тоже. Ну и вы в свою очередь не стесняйтесь, пишите в комментариях ваши вопросы по поводу монтажа забора. Мы занимаемся этим уже более 10 лет. Ставили на различных грунтах, из различных материалов. Поэтому буду рад вам ответить на все ваши вопросы. И конечно не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!